Ребята, всем привет! Вы на канале Семена на чемоданах. Меня зовут Славян. Вот мой инстаграм, подписывайся, если ты еще это не делал. Сегодня я вас приглашаю в новый выпуск. Он будет посвящен прогулке в Эмеритинке. А именно, смотрите, мы приехали вот сюда. Здесь Эмеритинский курорт, различные здесь кварталы, здесь Эмеритинский порт. И еще здесь находится главный вход в парк Ёжиной культуры. Ну и Настенька на парковке находится. Посмотрите, какая забитая парковка. Я ни разу здесь эту парковку не видел, такую забитую. Очень много отдыхающих. На дворе середина мая люди, походу, едут. Сегодня мы не просто так сюда приехали. Во-первых, я хочу показать вам вот здесь вот округу. Мы ни разу здесь не гуляли. Ну, в смысле, мы гуляли, но не показывали для вас, для зрителей. Пройдемся по пляжу, покажу вам здесь, какие здесь есть интересные локации, что здесь есть для детей. А еще сегодня вход в парк Ёжиной культуры до 5 часов бесплатный. Поэтому сейчас вот время полпятого. У нас осталось полчаса, чтобы зайти, поэтому не будем тянуть время. Погнали. Еще раз покажу вам парковку. Посмотрите. Она просто забита. Даже все въезды также забиты. То есть не только именно места для машин, а еще и просто вообще вся штука. Подходим сейчас уже к входу. Здесь есть еще по вечерам, называется это Оживший парк. Но в Оживший парк, конечно, нужно будет заплатить. Поэтому сейчас просто здесь по-быстрейку пробежимся. Немножко покажу вам места. А полный обзор этого парка Южной культуры сможете посмотреть вот в этом выпуске. Мы здесь уже ходили, гуляли и очень подробно все для вас снимали. Все, давайте заходить. В общем, ребята, вот он главный вход. У них сегодня день рождения, поэтому до 5 часов вход бесплатный. А вообще по ценам вот. Мы первый раз здесь были и тоже платили. Сегодня вот так нам повезло. Схема, соответственно, что здесь есть, тоже можете поставить на паузу, посмотреть. Вот. Мы здесь. Восточный вход. Я говорил, здесь разные есть входы и, соответственно, выходы. Очень много троп. Вот как раз указатель Оживший парк здесь. Тут все загорается, короче, да, все так красиво. Оживает. А мы с вами сейчас будем двигаться прямо. Вон там вход, там мы с вами вошли. И тут нас сразу встречает вот такая новиночка. Тут этого не было. Картина галерея. Я почему-то в последнее время стал любить вот эти всякие штуки. Наверное, во мне просыпается больше творчества. Видите? И я люблю залипать на все эти фотографии, сделанные различными художниками. Как вам? Напишите в комментах. Вот, кстати, смотрите. Магнолия и снег в Адли. Это, наверное, было в этом году. Вот такая аллея насыщенная картинами. Здесь очень много старинных вот таких вот деревьев. Я хрен знает, сколько им лет. Есть бамбуховые вот такие вот леса, куда, конечно, можно пройти сфотографироваться, а вечером все это дело подсвечивается. Людей очень сегодня много, потому что вход бесплатный. Поэтому все, конечно, стартанули в такие замечательные места. Я повторюсь, что парк очень большой, насыщенный. Здесь можно залипнуть за целый день. Мне кажется, самым кайфовым это взять и пройтись по лесу из бамбука. Гляньте, какое это удовольствие, ребята. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Возле вот таких вот больших деревьев можно вот так вот сесть на эту лавочку устроить пикник, как делают многие. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как вам, кстати, наша прогулка по бамбуковому лесу? Пишите в комментариях. Мне кажется, получилось очень-очень круто. А еще этот парк интересен тем, что здесь цветет магнолия. И вот мы подошли к одному из деревов. Магнолия цветет весной, а сейчас, посмотрите, просто зеленое дерево. А было оно вот таким. Видите, какое отличие? Вот сейчас просто зеленое дерево и даже вообще не поймешь, что это магнолия. Вот, я вас не обманываю. Вот видите, магнолия. Магнолия Суланджа. А сейчас просто зеленое. Еще здесь есть очень классная локация. Это пруд с изумрудной водой, как будто бы, знаете, как будто бы горная. Здесь водятся черепахи. Посмотрите, маленькая черепашка. Вон она, видите, похлыла. А еще здесь есть черный лебедь. По-моему, их здесь несколько штук. Сейчас посмотрим. Весной, значит, магнолия. А ближе к лету, как это глициня называется, вот собирает очень много людей. Ну и, конечно же, Настеньку. Настенька сейчас тоже здесь сфотографируется. Настенька сфотографируется. Ну да. Вот такая, ребята, тут красота. И будем проходить с вами на мост. Вот как раз на нем можно наблюдать черных лебедей, черепах. Здесь есть такой деревянный островок. Вон, видите, смотрите, черный лебедь. Один, два, три. Три черных лебедя. Почти. Три черных лебедя. Вот так вот. Они иногда даже подплывают прям очень близко. Вот как этот, видите, сейчас к нам подходит прям. И вон та сторона. Огромная черепаха. Вообще огромная. Пойдем, уходи. Ну, пойдите. Черепаха. А и вторая такая. Вон еще стая черепах. Видите? Вот островок, на котором уже сидят белые лебеди. Кстати, почему-то разделены белые лебеди от черных лебедей. Это же дядя мой. Видите, сколько людей. Один, не экономный. Видите, как Леска подплыл вместе с черепашкой там. Да, детям вообще такой кайф увидеть черепах. Они прям большие здесь. Гляньте, вот отсюда покажу. Видите, стоит сетка, то есть огораживает черных лебедей, белых лебедей. Кто знает, зачем это делают, пишите в комментариях. Это, кстати, тоже магнолия. Вот так фотка. Сейчас просто зеленые кусты. В общем, ребята, можно еще подняться по лестницам туда вверх, там погулять по территории, а мы будем сами перемещаться туда, в Амеретинский курорт, ближе к пляжу. Вышли мы, значит, из парка. Сейчас мы с вами отправимся вот сюда, в Амеретинские курорты. И посмотрим, покажу вам, что здесь находится. В общем, смотрите, это Амеретинский гостиничный комплекс, да, и, в принципе, вот все, что здесь есть. И вот он вкратце. Вот так вот он выглядит. Куча всего здесь есть. Огромное количество ресторанов и кафе, развлечений, спортивных, медицинских. Сейчас мы здесь вот все пройдемся. Я вам покажу. А после этого пройдемся вот сюда, к пляжу, которого больше нет. Вот. И прогуляемся здесь по этим камням. В общем, вот так вот и выглядит этот комплекс. Вот этот, например, квартал Прибрежный, да, и дальше они, короче, как-то делятся там по кварталам. Я особо не вникал. Вот. Вход, конечно, все для тех, кто здесь живет. Парковка, соответственно, тоже. Ну, а кому не хватило мест, вы теперь знаете, где парковаться. Я вам уже показал. Что касается детворы. Вот, посмотрите, здесь такой большущий комплекс детский с шикарнейшим панорамным видом на Краснополянские горы и с искусственной пальмой. Прикол. Там, кстати, вот это тоже большущая бесплатная парковка. Сейчас тоже дойдем, посмотрим, насколько она забита. Либо, наоборот, там есть очень много мест. Вот. Здесь, соответственно, вся история-то платная, дополнительный денег. А там дальше есть детская площадка, которая бесплатная. Сейчас тоже чуть-чуть прям буквально попозже я вам покажу, как выглядит она. Очень большой такой классный, да, скалодром. Прикольный. Батуты. Веревочный, большущий веревочный парк. Да, слушайте, ну здорово, здорово все это смотрится. Касса, соответственно. И вот она, площадка. Вот, собственно, такая вывеска Эмеретинский в Сочи. Рестораны. Снизу детские магазины, есть прокаты. Здесь, напротив, вот, организовали картинг. А парковка, так, как я вам сказал, забита вообще полностью. Вся, здесь, кстати, вот детский картинг. Детки могут покататься. Мы с вами продвинемся чуть дальше. Здесь, кстати, есть конгресс-центр, а за ним сразу Рэдисон. Чуть дальше вон туда, через дорогу мы с вами пройдем чуть попозже и погуляем там. Я покажу вам, что есть там. А сейчас пройдемся вон туда. Напротив конгресс-центра здесь открыли такой большой прокат. Самое, что прикольно, здесь сделали вот такую полутрубу для скейтбординга. И большая площадка, да, где можно просто на чем-нибудь покататься. Еще есть из контейнеров сделали такой вот парк Южный, BMW, моторад какой-то. Вот, и, соответственно, отель Рэдисон. Ну, по факту смотреть здесь больше и толком-то и нечего, да, поэтому я предлагаю вам переместиться туда, ближе к морю, а именно в порт, и там пройтись и посмотреть, как там. Погнали. Ну что, ребята, мы вместе с вами сейчас перебрались вот сюда, на другую сторону меритинских курортов. Здесь самый лучший вариант вообще взять самокаты, покататься по всей этой территории на самокате. Вот, в принципе, у нас детвора так и сделала. Мы им достали самокаты. Здесь помимо своих, да, есть просто электрические, можно их взять. Но мы с Настенькой просто решили, да, просто прогуляемся. Здесь также можно взять вот такие тук-туки с водителем и отправиться на экскурсию вот по Олимпийскому парку. Куча кафешек. Сейчас будем с вами их смотреть, что и как тут. И, соответственно, вот морской порт. Людей здесь очень много и всегда здесь людей очень много. Потому что сюда приезжают и спортсмены. Вот, в принципе, вот если выберете отдых тут, то, ну, я не знаю, как здесь отдыхать, потому что пляжем в ближайшей стороне нету. Вон там есть пляж Сочифония, до которого нужно идти, но он не подойдет для купания, потому что вытекает рекам Зымта, он грязный. Он вообще считается как для серфинга идеальный, как типа в Хосте. Но там есть басик. Короче, посмотрите про этот пляж. Недавно буквально я его показывал. Вот выпуск и подсказочка сейчас тоже всплывет, гляньте. Значит, смотрите, здесь есть вот такая столовая, которая называется, очень клево, счастье есть. Настенька, счастье есть? Да, еда, как у мамы дома. Есть сувенирный магазин, называется как салат Мимоза, сразу Новый год вспомнится. Не знаю, салат. У кого-то ассоциация с цветами. А у меня... А у меня салатом. О, я подумала, что приготовить. Это я просто есть хочу. Салат, говори. У кого что? У кого цветы, потому что аллергия. О, Артем. Артем, Артем, иди сюда, вопрос тебе. Артем. Артем. Мимоза это для тебя что? Мимоза для тебя это что? Опухание глаз? Да. Вот, и для Артема это опухание... Опухание глаз. Ну, в смысле, аллергия. Да, у Темки сильно прям опухают глаза, когда здесь цвела мимоза. Название. Родина, забирай. Смотрите. Здесь уже вот это заведение открылось. Кстати, кто не знает, я показывал. Посмотрите, в межсезоне. Вот это все, это морские контейнеры. Их делают очень так вот прикольно, да. С каким-то профнастилом, да, их отбивают. Отбивают, обивают. И делают классные кафешки. Здесь есть большущий прокат. На любой вкус и цвет можно взять. И с детскими креслами. Настоящий рыбный бар. Вот прям настоящий. И вот мы с вами попадаем в порт, где можно с детворой, чтобы они вот так вот покатались. Единственное неудобное, это вот эти вот трещины в плитах. Здесь очень много всегда собирается эрбаков. Здесь, кстати, даже выставляется где-то флаг такой желтый. Я вам тоже показывал. И написано на нем место для рыбалки. Корабль вот этот вот. Его, по-моему, то ли под кафе сейчас сделаю, то ли под музей. На нем ходил в кругосветку знаменитый путешественник Конюхов. Представляете? Вот это именно его яхта, на которую он плавал. Ну, я, по крайней мере, просто так слышал у экскурсовода, который сюда привозил свою группу и рассказывал им, что это вот Конюховский корабль. Рыбаков здесь всегда много, да, я уже говорил, вот они здесь сейчас здесь рыбачат. Такое здесь, знаете, короче, здесь такая локация мини, мини-центр Сочи. Вот они, видите, это все из контейнеров. Сделано уже, поставили панорамное стекление. Вот эту кафешку уже запустили. Кстати, я тогда отсюда брал самокат. Приложение ВУЖ. Посмотрите выпуск. Вот он. Мы проехались по всей набережной. Я показал, сколько стоит и как пользоваться приложением. В общем, еще сегодня здесь интересные персонажи, да, кто в курсе. Это фиксики, я вот крикнул своих пацанов, чтобы они пришли, смотрели. Здесь установили детскую площадку, корма-кофе, да, кафе. И вот так здесь интересно. Есть вот такие вот челлаут-зоны, да, они здесь расставлены по всей площади. Кафешки, вот которые уже тоже функционируют. Если вы сюда приедете, ну, точно, точно не пожалеете. Гляньте, как здесь классно. А еще, ребята, здесь часто стоят чуваки на мочках. И здесь у них можно заказать, они вас покатают по... Короче, сделают такую экскурсию на мотоциклах. Вот есть яхт-клуб. И вот тут у них, кстати, можно заказать, кстати, прогулку, по-моему, на яхте. Давайте я вам поближе подойду, покажу. Ну да, да, вот, видите? Смотрите, вот сколько стоит. И какая яхта? 10 тысяч в час, видите? 8 500, 3 часа, ну, это вообще какая-то ужасная. Мы, кстати, в Ялте были, когда мы вот такую вот примерно снимали, но дешевле у нас было 5 тысяч в час. Вот она, парусная, с каютами. Посмотрите выпуск, тоже оставлю ссылку в описании. Вот фотолокация, да? Амеретинский с хэштегом. И вот, кстати, вот я говорил про мотоцик. Видимо, подъехал. Вот так это все выглядит. Ну, здесь прям классно, здесь всегда так интересно, приятно гулять, любимый сур в кафе. Людей здесь всегда тьма. Кайфовенько. Здесь, кстати, вот тут вот, вот эта искусственная волна. Жду не дождусь, когда ее откроют, потому что очень хочу попробовать. Надеюсь, что ее откроют в ближайшее время, потому что мы тут до конца мая, а потом все, потом дальше в новый сезон отправимся в путешествие. Кстати, для тех, кто выберет именно в Сочи, ребята, мы подготовили гайд, наш авторский. Для того, чтобы его приобрести, нужно просто написать нам в директ. Стоимость всего лишь 490 рублей. Приобретете, изучите, простройте свои маршруты. И интересно, в плотном графике изучите в Сочи. Пишите либо мне, либо Настеньке в инстаграм. Вот он, кстати, отель Рэдисон. У них получается раз бассейн, два бассейна. И отличие этого Рэдисона от того дальше Рэдисона, который там, где олимпийские объекты находятся, в том, что здесь нет пляжа. То есть здесь, если люди остановятся, то для них только будет бассейн, потому что пляжей тут нет. А почему нет? Смотрите. Вот, ребята, почему? Потому что тут все в камнях. Видите? Пляж уничтожен. А вот он, Рэдисон. То есть все, кто здесь будет останавливаться, знаете, что... Опа! Пляжей тут нет. И до ближайшего пляжа, где можно окунуться, да, искупаться. Это вон за тем поворотом идти. Ну, километра два точно. А здесь можно просто уединиться, попить чай, кофе, пиво. Главное за собой все потом убрать. Вот, в принципе, здесь много ребят, кто вот так вот спускается, кто-то книжку читает, да, а кто-то водочку здесь пьет. Я здесь, кстати, находил большого дельфина мертвого, который, видимо, в шторм запутался и в камне. Кому интересно посмотреть это, на мой взгляд, неприятное видео, да, то посмотрите. Ссылочку, как всегда, оставлю под этим видеороликом. Просто нажмете, и все. А так вот можно, да, здесь спуститься прямо к берегу. Вот я про что говорил. Попили пиво, да, или что-то, не оставляйте за собой. Видите, водылки валяются. Можно спуститься вот так вот к морюшку и просто посидеть, зарядиться энергией солнца и моря. Так, давайте поднимемся наверх. Видите, вот так вот все за большими булыжниками все находится. Опа! Да, ходить здесь немножко опасно. Может нога сорваться и либо застрять где-нибудь, либо что. Да вот это от старого пляжа, да, вот бетонное, как, в принципе, везде идет вдоль побережья, просто это все засыпано. А здесь, которая галька была, ее просто смыло все волной. И все это происходит из-за вот этого порта, который построили. Из-за этого галька с мзинтой не выбрасывается, да, природная вот эта природа нарушена. Но сейчас появляется новый пляж в Сочфоне, да, но он увеличивается очень медленно, быстрее, все вот это исчезает. Вот они камушки. Да, я здесь давно не был, чтобы вот так вот было спокойное морюшко тут. Красота. И туда уже пошел Олимпийский пляж, Олимпийская набережная и всем пляжам и меритинги. Если хотите, напишите в комментариях, поддержите выпуск, пройдусь, покажу от начала и до конца все пляжи, в каком они сейчас состоянии. Может быть, вам это будет интересно. Пишите комменты, поддерживайте выпуск. Ну что, ребята, вот такой вот выпуск у нас с вами получился. Делайте репосты в свои социальные сети, помогайте в развитии канала. Нас становится все больше и больше. Канал растет при помощи вас. Пишите, что вам еще поснимать. Я повторюсь, что мы здесь до конца мая, потом мы уедем в новое путешествие, у нас будет такой большой новый сезон. А пока мы в Сочи, есть возможность еще все больше и больше посмотреть, рассказать вам, показать все больше мест, чтобы ваш отдых был кайфовый. Ну, конечно, кто отправится в Сочи, не забывайте про наш гайд. А для тех, кто решит отправиться, например, не в Сочи, а в Крым, то по Крыму у нас тоже есть гайд. Авторские путешествия, такое будет классное. Тоже ссылочка будет в описании. Переходите в наши инстаграмы и ознакомьтесь. Я с вами прощаюсь. До новых выпусков. Увидимся завтра уже в новом видеоролике. Пока! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...